ШУМ Привет, друзья! Подписчики мои! Знаю, что давно уже анонсировал свой собственный random babe blood burst-u booster и сегодня, наконец, время пришло вам его представить, друзья мои! Представляю вам Random Booster wall 00 Неугомонного блейдера. Давайте посмотрим, что же я в него положил. Та-дам! 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 Друзья! Я, блин, какой же он классный. Я сейчас пока его создал. Что-то с камерой, сорян, секунду. Во! Вот они! 8 бойцов бейблейдов. Что-то я сейчас его создал, так посмотрел на него. И мне захотелось даже им немножко поиграть. Это смотрится прям очень эпично. Друзья, еще я немножко говорю, что стоит понимать, что я делаю рандом бустер из того, что есть у меня. То есть, соответственно, картами им, конечно, попроще. Они сидят, открывают базу бейблейдов. Чик-чик-чик напилили, все сделали и выпустили бустер. Слушай, тяжеленький довольно получился. Но это мои 8 волчков. Итак, что же должно быть в настоящем рандом бустере по версии Нюгамоши? Во-первых, конечно же, 2 волчка нового поколения обязательно. У меня это получилось Brave Satan и, соответственно, Super Hyperion. Также должно быть обязательно 2 левосторонних. Я немножко перешел черту, сделал 3 левосторонних. Но это обоснованно, сейчас объясню почему. И дальше должен быть волчок из горячего металла. Должны быть халявные рамы, должны быть доп-части. И, друзья мои, это не просто рандом бустер. В нем очень много фишечек. И я уверен, каждый из этих волчков вы захотите себе приобрести. А также пишите в комментариях, какой бы волчок вы хотели себе. И какой бы, по вашему мнению, должен быть ваш личный рандом бустер. Или как вы бы хотели его видеть. Друзья мои, данный рандом бустер называется «Собери своего Спразина». Ведь если вы приобретаете все 8 этих волчков, да даже не 8, даже поменьше, даже 3 волчка надо купить, 4, чтобы собрать... Подожди, нет, стой. 3 волчка, да, всего. Ну, короче, данный рандом бустер посвящен лорду Спразину. Итак, давайте посмотрим, что же я в его включил. Первое, что здесь есть, это, конечно же, вот такой волчок. Это волчок горячего металла. У меня он золотой. Здесь, на самом деле, он может быть абсолютно любого цвета, любого размера. Просто у меня горячий металл. Ну, либо они уже были в рандом бустерах, соответственно. Вот. Или вот этот вот китайский я сегодня взял здесь. Но! Но! Друзья мои, у него, во-первых, уникальный золотой металлический диск. Я думаю, это уже круто, вы это оцените. У него есть халявная рама, обязательно. И самое, что интересное, что я предлагаю ввести так артоме, это дополнительные бонусы. Конкретно с этим волчком, да, если он вам, допустим, сам не нужен, то в комплекте с ним идет вот такой уникальный крутейший чип джен. Я думаю, каждый бы хотел себе такой чип джен в коллекцию. Но если не хотел бы, ну, напиши об этом. Не хочу чип джен. Дальше идем. Это был первый волчок. Дальше идем. Конечно же, вот у нас есть прикольный интересный волчок. У него есть верхушка лево-право-сторонние, друзья мои. Я считаю, что если вдруг попадет сам этот волчок, чтобы вы не расстраивались, но у вас есть и влево, и в правую сторону можете его покрутить. Плюс здесь есть спрайзен, да, а мы сегодня собираем спрайзена, соответственно. И здесь есть драйвер аккурат от спрайзена, но драйвер необычный, драйвер с усиленной пружиной. Это всегда приятно. Вот, и вот здесь идет, ну, вот такой диск я положил от Венома. Почему бы и нет? Да, какой-то уникальный диск, хоть хотелось сюда запихать. По-моему, его не было в рандом-бустере или был. Напишите в комментариях. Идем дальше. Биг Бэнк Йенезис. Она у нас идет без рамы. Но у нее, друзья мои, во-первых, крутейший уникальный металлический диск, который я считаю, что просто... Что я неправильно делаю. А, я затупал, он прокручивается. Короче, у нее есть биринг, который всем так необходим и любим. И у нее есть вот этот вот крутейший диск от Империала Драгона, который еще и прокручивается. Шикарный волчок. И здесь Биг Бэнк Йенезис не нуждается в раме. Идем дальше. Конечно же, волчок нового поколения Гаачинка, друзья мои. И здесь у него идет тоже редкий драйвер с усиленной пружиной. Этот самый... Забыл, как он называется. Как он называется в комментариях? Напишите. Частичка Спригана. Это мы собираем Лорда Спрайз, напоминаю. Верхушка от Кер Сатана, соответственно. И верхушка от Гелиоса. Здесь особо не стало ничего. Но опять же, нет. На самом деле, был бы это Каратоме, конечно, я бы дал бы какую-нибудь уникальную верхушку. Это само собой. Дальше. Дальше. Идет левосторонний Богомут. Но он здесь по стольку, по скольку. Но... Я забыл, где у меня штучки специальные. Но с Богомутом в комплекте идет вот такой вот дополнительный черный интересный аксессуар. По его наполнению. Уникальный диск, который был только всего два раза в рандом-бустерах. Верхушка, соответственно. И сам драйвер от Ашура с усиленной пружиной. На самом деле, по вот этому волчку, я бы его заменил на уникального. Ну, то есть, типа, я считаю, что в рандом-бустере должен быть уникальный волчок, один главный. Но он не должен, все-таки, я считаю, быть в мультике. Потому что, ну, не хотят рандом-бустеры действительно получить, кого ты хочешь. Это очень так напряжно, дороже и накладно. Поэтому, чтобы не повторяться и в мультике, надо, чтобы здесь были уникальные волчки, как было именно в четвертом сезоне. Потому что там был прекрасный Космо-Валкири, там был Флэр Драгон, там был Нэкед Сприган. И кто-то там, а, и так, Луинор там еще был. А в золотом рандом-бустере, я не помню, кто там был главный. Но, короче, вы поняли смысл. И такая деталь, я думаю, приятно будет всем получить. Дальше идем, дальше идем. Вот такой вот, естественно, левосторонний Визард Диаболос. И вы спросите, а в чем же его фишка? А его фишка в уникальном вот таком электрическом драйвере. Я не знаю, почему-то Картомия до сих пор не вбросила электрический драйвер электронный. Но мне кажется, здесь ему самое место. Это очень крутой будет волчок. Дальше идем. Очередной волчок. А, здесь еще детали, да, у меня. Все, я вспомнил. Очередной волчок с паркинг. Здесь я использовал верхушку Brave, чип сатана. И вот здесь детальки от Роктавора и деталька еще от Гелиуса. То есть, от каждого нового волчка понемножку. Я думаю, это будет приятный волчок и довольно, мне кажется, сильный будет. И, друзья, финальное блюдо интересное. Это, конечно же, верхушка от Спригана, которой не было нигде. Сприган Волтроек с, во-первых, халявной рамой. Она должна быть здесь. Диск, ну, тут любой. Я поставил 0-0. Просто взял от Диаболос, от Юниона. И, конечно же, крутейший какой-нибудь драйвер с усиленной пружиной. Не обязательно вот такой именно драйвер использовать, но чтобы было. И, опять же, друзья мои, у этого волчка есть секретная деталь. Вот такой золотой драйвер от Ace Dragon. И посмотрите, какая крутая сборка. Я вот хочу ей поиграть. Мне кажется, завтра я прямо ее и протестирую. Мне кажется, вот эта смотрится прям зачетненько. Вот, друзья мои. Что ж, вот такой был рандом-бустер от Неугомонного Блейдера. Пиши в комментариях. Понравилось? Не понравилось? Я в этом рандом-бустере попытался учесть все особенности и все нюансы. Мне кажется, здесь подобралась действительно достойная компания. И я считаю, что каждому... А, здесь же забыл. Вот с этим парнем еще вот такой деталь, дополнительный аксессуарчик. Вот он. Точно. Точно. Итого. За рандом-бустер у нас получается 4 халявных аксессуарчика. И они очень приятны. Это драйвер. Это, соответственно, чип. Это вот такая металлическая штука. И чип джен в волчке, который вряд ли кому нужен. Но я думаю, чип джен получить на халяву в рандом-бустере, это будет всегда приятно всем. Вот. Конечно, это все весьма условно нутрированные на любителя. Конечно, картоми делает хорошие рандом-бустеры. Потому что, когда я собирал данный сет, я понимал то, что, блин, реально. И это было, и вот это было. И как-то новое чего-то уже не внести. И, ну, оговорюсь, что такая ратоми-то проще. Они захотели, сделали новый волчок. Захотели, взяли детальку от того. Захотели вот это. И по цвету, понимаете. Я-то беру, что у меня есть. Я вообще изначально планировал покрасить рандом-бустер. Ну, собрать его из китайских. Вот. И, в принципе, наверное, эту идею не отпускает. Такое первое пробное видео с рандом-бустером. Если оно вам зашло, то, скорее всего, сделаю еще одно. Соберу примерно такие же волчки, как были в этом рандом-бустере. Примерно. Немножко сейчас дождемся мы волчков от компании Fly. Чтобы было интересно. Я его соберу, и тогда я его разыграю. Потому что данный рандом-бустер стоит... Ну, мне он обошелся, если брать по волчкам. Я на него убил волчков. Ну, штук 30 волчков, наверное, разобрал на него. Поэтому он стоит, ну, под 60 кусков. Такое же я, к сожалению, разыграть не могу. О, прикольный будет кликбейт. Рандом-бустер B00 за 1000 долларов. О, да, ну да, 30 волчков здесь примерно. Я много всего разбирал, много деталей откуда-то понабрал. Вот. Поэтому, ребятки, все в ваших руках. Пишите лайки, ставьте комментарии. Пишите в комментарии, какой бы вы бы себе хотели бы рандом-бустер. Ну, в смысле, из чего бы вы собрали рандом-бустер. Возможно, если кто-то действительно вот соберется, прям вот именно ты, у тебя есть уникальная возможность, бро, собрать свой рандом-бустер, описать все в красках, в комментариях. Если его залайкают, я его закреплю, и потом мы соберем рандом-бустер подписчика. Пускай там будет, давайте так, это слишком много, 8 волчков, куча текста я не прочитаю. Давайте 4 волчка. Вот собираем рандом-бустер подписчика, 4 волчка, как вот рандом-лойеры. Типа рандом-лойеров только вот. Вот. В моем случае фишка дополнительной детальки. Вот. И также, да, стандарт канон. 3 волчка. Ну, у меня лично 2 волчка получаются в левую сторону, 1 волчок горячего металла, усиленная пружина, халявная рама, интересные диски, крутейшие выносливые драйвера. И этот рандом-бустер посвящен лорду Спразину. Я думаю, это очень круто. Причем в дальнейшем, кстати, вот с этими детальками, с паркингом, можно же, получается, 6. То есть, можно его с паркинг деталей, 6 штук, так артоме, я записываю, так артоме записываю, повторяйте, я вам плохого не научу. Раскидывайте детальки от одного на все 6 волчков, 2 там, ну, просто 2, ну, так вот, 2 с чем-то еще. Вот, чтобы у нас, например, в рандом-бустере собирался какой-нибудь новый крутейший, там, не знаю, какой-нибудь Brave Valker, это же самое, или какой-нибудь Сатан. Вот. Вот такое было видео. Подписывайтесь на лайки. Всем удачи, всем пока-пока. Всем удачи, до новых встреч. Чао-какао. Пока-пока, ребятки. Лайк, подписка, не забывайте. Старался реально ради вас. Всем пока-пока.